Еще раз здравствуйте, это у меня все, я нужно шить на волочки для... В общем, я решила пока забросить, закончила елку, но еще игрушки не вынесла ватик на чердак. Вот, решила пока это оставить, в общем, туда-сюда перекладываю третий день, но не страшно. Недавно у меня возник разговор с одной очень близкой знакомой, человеком дружбы, которым я очень дорожу, и, в общем, она мне очень откровенная, такой серьезный вопрос, этот вот разговор по телефону, и она мне говорит, вот вы, ну, вы, Оксана, осуждаете людей, женщин, которые там аборты делали и так далее. Я говорю, нет, вообще не осуждаю, вообще меня неправильно поняли. В каком плане? У меня ближайшая подруга, ближайшая подруга, она сделала огромное количество абортов. И несколько месяцев я не буду называть ее имя, потому что я не священник, и вообще это, знаете, ну, это непорядочно, я считаю. Она мне, как-то мы с ней, вот, с этой подружкой переписывались, и она понятия не имеет о моих видео вообще, вот этих вот. Она бизи-бизи-бизи, бизи-женщина, и, ну, поделилась по душам и говорит, слушай, мне так тошно, вот, там, в молодости эти неправильные выборы были, все, и вот эти вот аборты, количество абортов, вот эти вот детки убиенные, все, и не знаю, как дальше жить. Я говорю, радуйся. Она такая, я не поняла. Я говорю, радуйся, дорогая, потому что именно за нас, вот, за тебя, за меня, вот, за таких вот грешниц умер Иисус Христос. Вот две тысячи лет назад, ну, я говорю грубо, он пришел на землю, и он умер, значит, он родился, он вырос, он исполнил все абсолютно законы, вот, в семье, в которой он родился, и он не родился золотой ложкой во рту, он трудился руками своими до 30 лет, он, вполне возможно, он узнал, что отец у него был, ну, вот, отец Иосиф не, ну, не по крови, он же видел там, живет или не живет там мать его с отцом, ну, вот, со святым Иосифом, и уверена, что они посвятили его в это, и он знал, и вообще он был бог, вот, стопроцентный бог, вот, стопроцентный бог, стопроцентный человек, это моя правая рука. И, смотрите, то есть все исполнил, пошел на крест, в пятницу его распяли, и в воскресенье он воскрес, на Пасху, поэтому каждое воскресенье, это для меня малая Пасха, и каждая пятница, смотрите, католики называют Гудфрайди, Гудфрайди, вообще хорошая пятница, а что же такое вот там хорошее, Иисус же умер, а Гудфрайди, потому что он смерть победил, вот, с тех пор уже смерти нет, нету смерти, и он всех праведников, праведников, но рая не было тоже, он праведников к себе забрал, и вот, со Святой Богородицей, при Святой Богородице, и ее биография, и как происходил переход ее души, и что тело ее, вот, смотрите, как Иисус Христос, тела его, его нету, нету, вот, через три дня его тела не было, и то же самое произошло со Святой Богородицей, так чему я говорю, что, вы, слушайте, что-то у меня с памятью, это вот, спасибо, дьявол, спасибо, рогатый, потому что, знаете, за что благодарю, потому что там вот, куда нас рогатый тянет, там вообще непонятно, что будет с памятью, и там непонятно, будут ли нас, знаете, жарить на сковородке, или во льду держать, или самые вонючие эти вот, там, запахи нам под нос засовывать, и вообще, я имею в виду, грешникам, это кто во что верит, да, вспомнила, спасибо, Господи, смотрите, а вот Господь, Он попустил, чтобы я забыла, а нашу веру проверяют, а насколько вы верны Господу, не смейте никогда винить Господа, потому что ни наши молитвы, ни наши деньги, ни наши подачки, ничего это Господу не нужны, оно нам нужно, нам нужно, потому что мы, знаете, допиваемся до свинячего визга, живём как свиньи, и, а потом ещё, знаете, вот, представляем, что мы там вообще, знаете, вот, святые, так вот, у меня лучшая подруга, у неё огромное количество абортов, и я говорю, радуйся, знаешь, почему, потому что, если бы Господь не умер, мы бы пошли вот туда, в ад, вот, а так у нас есть шанс, и смотрите, вот для этого существуют мирные жертвы, если раньше, до 2000 года, до Рождества, до Рождества Христова, там каких-то голубей приносили, в общем, священники говорили, что принести, голуби ли там ещё, какого там животного, или там побольше жертвы, вот и сами выбирайте, если, если курили, там, к табаку, избавил вас Господь от этого пристрастия, расскажите, отговорите других, говорите молодёжи, отговорите других, поэтому я говорю, и я никого не осуждаю, я говорю, если совесть гложет, если совесть гложет, пойти поработать там, где, я не знаю, в больнице, придумайте что-то, какую мирную жертву, как вы теперь можно, как можно послужить Господу, послужить, какую жертву вы дали, потому что ни деньги, ни этим всем этим ничем не спасёмся, не то, что я там 20 молитв сказала, или 30 молитв сказала, это Богу вообще не нужно, Он абсолютный, Он абсолют, и Он не водка, Он абсолют, Он самодостаточный, а мы слабы, и если, знаете, мы здесь не будем болеть, если мы не будем замерзать, если мы не будем... То куда мы пойдём? Мы, нам, мы, вот по закону, мы заслужили смерть, абсолютно, но Иисус Христос, Он победил смерть. А теперь смотрите, это я говорю лично своё мнение, я уважаю абсолютно все взгляды, все религии, я предупреждаю, под что бы потом не было поздно, потому что если наша душа перейдёт в другое состояние, вот сейчас, вот из этого состояния уйдёт в какое-то другое, а там, может быть, вот три минуты будем жалеть, знаете, чтобы люди не жалели три минуты, чтобы вот вернуться на землю и успеть покаяться, вот успеть покаяться. Поэтому Господь нам дал мозги, если да, они не все пропиты, не верю, и душа, она не полностью чёрная, просто есть люди, вот, например, я некоторым людям не верю, я вот не верю всё и имею право не доверять. Раньше доверяла всем, а теперь не верю, теперь не верю никому. И смотрите, демоны, оборотни, я тоже вот эти вот особенно два дня оговорила, могут люди говорить одно и то же, ну что там внутри, от чего это они говорят, какой дух из него говорит. или вот падший дьявол, который притворяется ангелом света, или вот реально искренний человек. Так вот, для меня самые опасные люди, это люди не искренние. А если люди сделали аборты и об этом сожалеют, для этого есть церковь, для этого есть причастие. И знаете, вот что я поняла, вот до чего я дочиталась, что только гордыня, вот этот вот дьявол, сатана, который вот семь духов, семь духов падших ангелов, у них вот, я ставила целое видео про семь, что у них семь этих вот, семь демонов. И против них, против любого яда, есть противоядие. Вот, Библия нам говорит, да, апостол Павел говорит, кажется, в Коринфянам, я тоже недавно читала, пробуйте все, хорошего держитесь. Вон я допробовала, допробовала. И смотрите, Соломон говорит, да, вот там, не смотрите на вино, которое играет, вот переливается, в один день, как шандарахнет, вот как скорпион, так меня и шандарахнуло. А то, что врачи говорят, ну и что? А у вас что, вам что, Бог не дал свою голову, думать? Вон я вот пила уже, знаете, очень умно, дослушалась я своего отца, хоть я его там раз в 10 лет видела, биологического, но он же говорил, что он пьет с умом, но вот так вот и все, и допился. Куда? Куда вас люди тянут? Я тяну на покаяние. Не сидеть и рыдать, а радоваться, что Господь уже, знаете, заумер, и он все знает, он все видит, и он видел все аборты, и эти души, да, они живые, так за них молиться надо, их делать, мылостыню раздавать, милостыню раздавать, о каком-то ребенке позаботиться, мирные жертвы, не мне вам подсказывать. Включайте свой мозг, включайте совесть, истечите ее и радуйтесь, что вы еще живы и что у вас есть время покаяться тут, а мы все заслуживаем смерти, абсолютно все.